Кого избрать в российского царя? Первая книга царств, 12 глава, 19 стих. И сказал весь народ Самуилу, Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, Чтобы не умереть нам, Ибо ко всем грехам нашим Мы прибавили еще грех, Когда просили себе царя. Кого избрать в российского царя? Помогут ли варяги спастись от печенегов? И воцарят Саула, но выйдет только зря. И тройка опрокинется с телегой. Никто не думал, даже не гадал, Что рядом с ними, в этом вот мальчонке, Бог усмотрел царя, а не жидов Кагал. В глазах родных Давид просылал никчемным. Но Бог, но и Егова зрит на сердце, В глубины зрит и прозирает вдаль. Врагам не устоять, задаст им перцу, Все для своих, а недругов не жаль. Но столько вытерпеть гонений и скитаний Пришлось, в бегах скрываться псалмопевцу, Со всех сторон наплыло по Китаю, Не доживешь до половины пенсии. Его переживания по псалмам Разбренчены тоскою беспредельной. Он богохульником шутя хребты ломал, Не утешался даже и в постели. Искал он близости потерянного Бога, Ему он жаловался истово, истошно, Писал и пел слезою, особым слогом И сравнивал себя с блохою вошкой. Не человек, а червь, И вдруг в цари царь предыдущий Разминулся с правдой. В истории Давида в самый корень зри, Он учит нас, как истовый прапрадед. Не знаю, если кандидат в цари Готовый выжить все, что не по слову. Быть может, отрок умный, как старик, Как Соломона случай не уловит. С молитвой теплой до царя царей Себя проверим, с Библией сверяясь, И Бог пошлет дубину на зверей, Да не окажемся с побитыми зверями. Игнатий Лапкин, 10 мая 2007 год, Читал роман «Скрепнистый». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok